Студия позитивного мышления Татьяна Салмановна Мактум, Сайфудит. Книга «Новое позитивное мышление» Норманд Винсент Пилл. Введение. Что такое позитивный принцип? В человеческой природе глубоко укорено правило становиться именно таким, каким мы себя представляем или видим. Мы стремимся соответствовать самооценке, будь она негативная или позитивная. И сами определяем, либо нет, границы своего роста. Негативно мыслищий человек занимается в конечном счете саморазрушением, поскольку он постоянно источает отрицательные мысли, то заряжает мир вокруг себя на негативное. Существует закон притяжения, согласно которому подобное притягивает подобное. Как рыбак рыбака видит издалека, так и схожие мысли естественным образом стремятся друг к другу. Негативно мыслищий человек источает мысли с отрицательным зарядом, тем самым направляет на себя негативный результат. Закон этот непоколебим. Позитивно мыслищий человек, напротив, постоянно источает положительные мысли, сопряженные с живыми ментальными образами надежды, оптимизма и творческой деятельности, поскольку он заряжает мир вокруг себя на позитивное и получает положительный результат. Это тоже закон. Однако даже негативно мыслищий человек способен существенно улучшить свои результаты, если он тщательно пересмотрит и изменит свое мышление. Знаменитый философ, психолог Уильям Джеймс сказал, Величайшая революция нашего поколения это открытие того, что человек, изменяя внутренние отношения к жизни, способен изменить и внешние ее аспекты. Положительный принцип – это животворящий процесс ментальных и духовных перемен, благодаря которому человек переходит от самоограничения к самосовершенствованию, от упадка к росту, от неудач к достижениям. Положительный принцип – это целостное, здравое мышление, решительно и реалистично работающее с фактами человеческой жизни. Позитивно мыслящий человек замечает все трудности и стремится преодолеть их. Его не смущают неурядицы, и он от них не убегает. Он знает, что всякая проблема содержит в себе зародыш собственного решения. Такой человек знает, и то, что с Божьей помощью, путем высвобождения собственных внутренних сил, он сможет совладать с любой проблемой и разрешить ее. В трудной ситуации он поведет себя смело и решительно. Позитивно мыслящий человек не станет выплескивать свои эмоции, ведь он признает, что разум под воздействием эмоций работает хуже. Такому человеку известно, разум способен работать рационально, приводя к здравым жизнеспособным решениям лишь тогда, когда он тверд и даже холоден, когда он находится под контролем. Позитивный принцип основан на том, что в любой ситуации есть правильное решение, и позитивное мышление способно найти этот ответ путем здравых суждений. Разумеется, верно и то, что негативный элемент важен для поддержания равновесия. Противоположности заложены в самой природе, а в сфере мышления негативное выполняет важную функцию при поиске альтернативных решений. Но если негативное преобладает в мыслительных процессах, то баланс нарушается, и на правильные решения рассчитывать уже не приходится. Негативный принцип отрицает, позитивный создаёт. Негативный принцип сомневается, позитивный доверяет. Негативный принцип принимает поражение, позитивный настроен на победу. Позитивный принцип твёрдо покоится на духовной истине, опираясь на живоутверждающие слова. Всякий, рождённый от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, побеждавшая мир, вера наша. 1 Иоанна 5,4 Давайте ещё раз прочитаем этот абзац. На восьмой странице. Позитивный принцип твёрдо покоится на духовной истине, опираясь на жизнеутверждающие слова. Всякий, рождённый от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. 1 Иоанна 5,4 В странице девятая первый способ одержаться позитивного принципа. Настройте силу своей личности на действие. Субтитры создавал DimaTorzok